Еще раз всем привет! Texas Anteris на связи. Мы смотрим за матчем Polaris Sports и Lil'Gun. Вторая карта. Polaris в этом матче явные фавориты. Polaris вообще главный претендент, один из главных претендентов на попадание в первый дивизион Юго-Восточной Азии. Ну а Lil'Gun попытались использовать стратегию через бруду. Когда-то у них получилось, но с более сильным противником, видите, неудача. Не смогли они до нужного момента своего противника дожать. А желательно спушить несколько линий. Ничего не спушили, все три линии стояли с Т3 башнями и казармами. Ну и по итогу Polaris просто дождались пика своего. Герокоптер нафармил 5 слотов и все произошло достаточно быстро. Там буквально несколько драк и команда Lil'Gun прописала GG 1-0. Смотрим вторую карту. Lil'Gun больше не имеет права на ошибку. Ну и стратегии, как я понимаю, они тоже будут менять. Как минимум потому, что бруду Polaris забанили. Хоть они ее обыграли, но больше играть с ней не хотят. Да, привет. Прокомментировал я первую игру. Было тяжело, если честно скажу. Очень непривычно. Но сейчас полегче. Все, надо выдохнуть. И вторую игру уже с новыми силами. Уже порасслабленнее я. Можно прокомментировать. Да, уже пики идут. Давай смотреть, что тут у нас происходит. Бэйн, Манки, Кинг, Кунг, Амиран, Огрмак. Да, без бруды обойдемся. Ну, на самом деле, мне не очень нравятся вот эти вот пуш-стратегии. Особо доту не посмотришь с этими стратегиями. Потому что очень быстро заканчивают. Тем более сейчас хочется подольше матч посмотреть, покомментировать. Вот. Сейчас мне нравится. Мне нравится. Не берут никаких пушащих героев. Вообще, пока хайграунд никто не пробивает и вышки. Так что мне уже нравится, в принципе. ОД. ОД мы, кстати, видели сегодня уже. И вчера видели ОД. ОД под Мирану классно заходит. Но здесь Мирана уже у противника. То есть такой просто одиночный ОД. Никакой комбинации под него реально нет. ОД нынче это только Миттер Хаммер. По миду, пока мы не понимаем, кто у Поляриста пойдет. Но это не Кунг. Это явно не Кунг. Какого-то другого героя нужно взять, чтобы он против ОД мог хотя бы вытерпливать его потенциальные прокасты Миттер Хаммера. А то бывают случаи, что ОД в соло выигрывает игру. Нужно что-то придумать. Нужно что-то придумать хитрое. Чтобы ОД прям реально страдал. Ну или хотя бы мид не обыграл. Разве Кунг не является контр-пиком ОД? Раньше, по-моему, так и было. Я сейчас, если честно, не знаю. Но вот раньше, я помню, брали Кунг как раз против ОД. Потому что один из немногих персонажей, который способен хоть как-то отстоять против ОД. Слушай, ну я думаю, что более-менее этого он отстоит. Но что-то хочется... Кунгу просто на мины берут. Знаешь, я с этой позиции вспоминаю, что Кунга сейчас остается герой на кэрре позиции чаще. И учитывая, что у Поляри с ласт пик, мне кажется, они не открывали бы мидера с нулевой минуты. Только если они прям перестроят драфт и Кунгу поставят в мид. В целом ты прав, да. Кунгу можно поставить на мид. И он там более-менее против ОД отстоит. Так, что тут из положительных моментов для Лилган? ОД против Кунг в целом по игре неплохо. Против Угрмага неплохо. Есть подсейв уже, которого, кстати, не хватало на прошлой карте. Да, вот у Лилган явно не хватало подсейва. И сейчас они берут от ОД Бэйна. То есть уже два подсейва есть у них. В этом плане молодцы. Перестроились. Но посмотрим, чего им еще не хватать будет. Пока вроде все нормально. СФ, да, берут. Вот он, скорее всего, пойдет. Мид против ОД стоять, да. Ну, вроде равный матчап. СФ. СФ сейчас, конечно, это главная звезда последних недель. СФ через пассивки, без рейзов на карри позицию. Но здесь, видимо, да, здесь на мид пойдет. Против ОД отстоит. Нормально, нормально. Дистанцию держит. Если трудности, то в лесу Шадуфинт выносит не меньше. Но я думаю, ему даже в лес идти не надо. Раиза поспамил. ОД просто оставил с крипами один на один и пошел фармить в другую точку. Бан к гримам. Да. Вот тут грим бы уже было бы полюбопытнее. Это все-таки ОД. Два астрала. Это и Бэйн с физгрипом. Но этого уже хватает. Даже одного Бэйна бы хватило, чтобы можно было гримам пик закрепить. Да, хороший бан. Действительно, Бэйн неплохо заходит. И, я так понимаю, Луганам нужен еще какой-то саппорт, получается. Взяли они трех коров и саппортом будут закрывать пик свой. Поэтому четверка сейчас банит Полярисы. Какую еще четверку можно забанить и кого можно взять для Лилган? Даже не знаю. Ты что-нибудь можешь предложить здесь Лилганам? Станов хватает. Снэпфайр может какая-то есть. Снэпфайр, кстати, хороший пик. Странно, что этот драфт вообще проигнорировали. Снэпфайр полностью. Ребята, хотя до этого этот герой был чуть ли не на фп. Бансен Кинга. Люблю этого оффлейнера. Редко его используют. Прям совсем редко. По факту Полярис тоже контроля хватает. Нужен какой-то фронтлейн. Одного кунки может не хватить. И тут Тайд. Где Тайд? Почему Тайда нет здесь? Прекрасный персонаж. Просто идти на пролом. Не хватает, может быть, какого-то Нэчис Профит. Тоже классный вариант. Мы видели его на Азии недавно. Бан Тайда. Бан Грима. То есть я ждал Тайда снизу. Тайда банит сами Полярисы. Что еще интереснее. Не понимаю, куда конкретно может пойти Пангольер. Пангольер такой герой. Он может быть и саппортом неожиданно. Четверкой. Может быть и тройкой. То же самое касается МК. Тоже не стоит быть уверенным, что МК это конкретно кор. Видишь, там куда-то на другую точку пойдет. Ну да, можно по-разному расставиться. Ну посмотрим сейчас последние пики. Там уже проанализируем, насколько это все хорошо. Потому что варианты накидывать, конечно, можно бесконечно. Но тут тяжело угадать, конечно, что Лилган хотят. Ну пока пик мне нравится, Лилган. Тебе как? В целом неплохо набрали. Достаточно сбалансировано. И приятно играть. Можно этим побеждать. Очень метовый пик. Прям все персонажи, которые популярны. Последние несколько недель. Вот у Дэфа в том числе. О, Спиритбрейкер тройка. Вот еще один, да. Крайне метовый. Против СФ классно будет работать. СФ вот таких парней не любит. СФ, если будет магический, будет с Юлом, то это классный ответ на Спиритбрейкера. Можно просто его юлить в момент, когда он подлетает. Это круто работает. И Юл здесь в целом хорош. И Бэйну финсгрип можно сбивать. Там отролим Тандера Юлом прятаться просто. И потом позицию выбирать поудобнее. Пик сверху реально хорош. Вот Лилган намного лучше на пик. Лето надежнее. Тут не надо играть под какой-то таймер. Ты на любом этапе игры можешь быть силен. У тебя классная драка. У тебя манкикинг, который выходит с СОД в глубокий лейт. И даже Пангальер позиции 4 прекрасно. Ну или 3, я не знаю, как тут ребята поставят. Прекрасно выходит в лейтгейм. Да, они какую-то великолепную работу над ошибками сделали. Вот у них на прошлой карте не было подсейва, не было инициации, не было контроля. Сейчас этого просто вдоволь достаточно. Тимфайт тоже сильный. Так что у Лилгана реально неплохой пик. Полярисы добирают Вингу. Вот такое вот усиление кэрри Винга. Чушь какая-то, если честно. Ну, под физического СФ это все. Кунка, третья позиция, да, получается у нас. Ну, в принципе, почему нет? Можно попробовать так вот пойти с помощью физурона всех задавить. Его действительно много получается. Под Огрмагом, между прочим, это все бафается. Так что у Полярисов тоже есть какая-то стратегия. Но в целом мне поприятнее пик именно у Лилган. Не знаю, мне кажется, внизу это вообще какой-то Винга кэрри. Это что вообще? Против МК? Типа будешь с арены еще спапывать. Стратегия, как ты говоришь, на минус про него. Ну, кстати, да, как вариант. Через арены выкидывать МК. И по факту выдавала бы импакт более-менее достойно. Я бы понял, потому что такая Винга могла бы идти первой торговать лицом. Тот самый фронтлейн бы появился. Не знаю, по-моему, какой-то чушь снизу. И несмотря на то, что Полярисы сильнее, я сказал бы, что у Лилган шансов побольше вот эту карту забрать. Несмотря на то, что они слабее, как команда. Ну, хорошо. А как тебе комбинация? СФ кастует ультимейт. Винга рядом с ним стоит. И потом в нужный момент кого-то свапает. Это же просто красота какая-то намечается, видимо, у Полярисы. Они уже первую игру выиграли достаточно легко. И сейчас могут вот так вот сыграть, так сказать, на красивые вот такие вот моменты, на хайлайты. Не знаю, не знаю. Мне так не кажется. Мне кажется, с таким пиком будут. То есть Полярисы могут выиграть, но им придется намного тяжелее, чем это было 30 минут назад. Им придется прям очень постараться, чтобы противник ошибался, чтобы прям вот Деттам очень плохо отыграл. В остальном я вижу, что МК здесь там на 40-й минуте может реигру исполнять. Притом без особых трудов. Я говорю, единственный вариант, если Кунка станет керри здесь, а Винга в итоге будут собираться как тройка. Значит, я не знаю. То есть Кунка у нас что таким? Будет статовым товарищем? Какие-то керасы будут покупать аганимы? Или все-таки это будут керри? Но это вижу, армлет вроде как появляется. То есть Кунка такой будет своеобразный второй керри. И какого-то конкретного керри не будет у Полярис. Если Винга что-то будут керировать, и Кунка будут керировать, в таком вот формате будут эти ребята. Ну, посмотрим. Я говорю, мое предсказание, что Лилган, если просто сыграет нормально, ничего сверхъестественного не будет делать, просто сыграет хорошо, они эту карту заберут. Просто по причине хорошего драфта. Шадуфинт. Тоже поглядим, какой это будет шадуфинт. Магический, физический. В принципе, мне кажется, ответ очевиден. Тут физики хватает, и можно и магом побыть, забалантить драфт. С другой стороны, можно и в Абанк сыграть, да? Сыграть, типа, что у нас миллиард физики, миллиард минус брони, и еще и СФ будут руками бить. Ну, мне кажется, да, они так и хотят этого СФа под Вингой, под Огрмагом бафать. Ну, а май с магией разберутся. Магия, в принципе, не особо-то и нужна, если много физики, да? Она и через БКБ работает. Ты сказал про вот лейтгейм. Лейтгейм, действительно, лейтгейм, действительно, у Лилган посильнее смотрится. Вот у полярисов действительно нет какого-то явно выраженного кора. Плюс еще не очень удачные саппорты в лейтгейме. То есть Огрмаг, Мирана, ну, они немножко слабее, да, чем тот же Бейн, например, в лейте. Так что, да, вот здесь уже на таймере, я бы сказал, что полярисы сидят. Если на прошлой карте было противоположно, да, то сейчас именно полярисам нужно побыстрее. Вот идти и заканчивать. Мне кажется, они действительно через этого СФ и физического с Вингой попробуют пораньше закончить с помощью вот этого пуша по ТВРам неплохого тоже. Ну, посмотрим, как это все получится. Давай смотреть. Лиллауч идет в мид на СФ, против УД будет стоять интрига. Интрига, как отстоять здесь СФ. Взяли они его конкретно против УД, поэтому должен здесь он что-нибудь нам интересное показать. Потому что, да, могли Кунку отправить, но вот решили, что ОД. Все, ОД должен стоять мид и, возможно, даже его выиграет. Посмотрим. СФ классический, да, рейз и спамят. Манга много. Ждем оттуда Астрал. Вот обычно с Астралом начинаются проблемы. СФ начинает крипов пропискать. Если грамотный УД, то он под Астралом максимум доняет, в том числе и дальних крипов. На боковушках Спирит Брейкер Пангольер. Спирит Брейкер будет фармить. Это тот самый парень, который на бруде прошлой карту показывал. Ну и пока Спирит Брейкер на позиции 3 крайне радует. Пассивки здесь вроде как какие-то прям опасные, не дропнут. Ничего такого страшного нет. Как вот были игры у нас сегодня с Фантомкой, с Бристалбеком, где Спирит Брейкер заходил просто на ура. Здесь такого героя, который прям от Аганим Шарда Спирит Брейкера пострадает. Ну такого героя я не вижу. Так, а снизу это что, трипла? Да, трипла, трипла на триплу. Сначала Панголер стоял сверху. Теперь он перетягивается к своим тиммейтам, потому что надо помочь. Триф-2 стоять не очень комфортно. Тут нападают, кстати, на Панголера. Может быть, Ферзблат сделает. На Цуми стан закидывает. И палка, конечно, подсевила немножко Панголера. И, возможно, даже уходит отсюда хишка. Вот эта вот палка, получается, выступила в роли замечательного подсевы. И Панголера здесь смогли засейвить Лилган. Ну что, хорошо, хорошо, Ферзблат не отдали, а уже здорово. Классно, конечно, что ребята триплу поставили. А Винга в курсе, что там крипов надо добивать. Потому что пока МК стоит и реально фрифармит. А Винга прям за каждого крипа вынуждена драться. Тут и МК дэнает очень эффективно. Ладно. Мне кажется, они самые просто идеальные герои, потому что триплу стоять. Вроде как и станов много, но их не так просто нажать. Вместе Огру подойти надо. Кстати, да, комбинации есть. Комбинации есть со стрелой. Можно контроль действительно затаймить. Весь стрела, очень приятно ее кидать. Бывает, что Мирану берут в пиг, где вообще нет контроля. Этой стрелой просто не попадешь. Ну а здесь совершенно другая ситуация. На Мирану, кстати, нападает. Ксавис страдает, пытается отсюда бежать. Но как-то уже без шансов, да, все-таки Ферзблат Лилган и делает. Ну, неудачное решение получается от Полярисов. Действительно, и Винга крипов не добивает, и еще и Ферзблат. Нет, отдают Полярисы. Наверное, стоило как-то по-другому им расставиться. Ничего не выдумывать. Может быть, Винга бы пошла наверх стоять и все. Но они, видимо, хотели тут уничтожить МК, но пока как-то вот не получается у них. Стратегия не работает. Ну да, был бы здесь не Огра, а какой-то более надежный стан, который не нужно подходить вплотную и давать, то я бы сказал, что окей, классно, можно поработать. Но Огра здесь пока, я смотрю, он так бегает, но он просто экспорует. От него нолимпакт. Назам, посмотри, туда-сюда прыгает. Размениваться он ни с кем не может. Убивать через стрелу, ребята, пока даже и не пытаются. На топе у Спиритбрейкера все великолепно. Он здесь пока стоит, реально наслаждается жизнью. Регена еще очень много. Крипов при... Ой, он сейчас столько добьет. Оранжа идут. Какая вкуснятина. И урона много с топориком. Он тут все должен добивать изи. Да, Спиритбрейкер хорош. Тут снизу опять напали на Огармага. Стрела залетает в МК. Не поможет он своим уже саппортом. Ну, они и без него справляются. Огармага добили уже 2-0 на этой трипле. Да, надо что-то менять. Валярисом нельзя так тут оставаться. Можно вообще игру закинуть очень быстро. Если тут вообще не будет получать венга фармы. Если будут постоянно герои погибать. Ну, а Спиритбрейкер, да, хорош. 23 на 4. И что интересно будет собирать. Как можно собраться, чтобы выиграть эту карту соло? Что-нибудь есть? Какой-нибудь такой интересный билд на Спиритбрейкере? Да нет, я думаю, дефолт какой-то. Shadow Blade. БКВ. Аганим. Знаешь... Может быть, Муншард какой-то или Мом? Не-не-не-не. Не фантазируй. Мне кажется, на Спиритбрейкере просто... Не то, что есть какой-то идеальный, правильный выбор слотов. Но там мало вариантов, что можно придумать. Слишком сильный Аганим сейчас. Слишком сильный Shadow Blade. Это вместе нажимать. Но про Аганим Шард я говорю. Это функционал не обязательный. Хотя тоже полезный. У тебя дополнительный эффект БКВ появится. Почему бы и нет? На Мирану атаку снизил. Рана с липами, поэтому бесполезно ее бить. На Цуме решил подраться. Опасно было, но за счет стана справляется. Винга, 15 крипов. Ну, слушай, все-таки как-то мешают. Monkey King тоже, я смотрю, по фарму немного проседает. Что на центре? Вот, мы про эту линию-то забыли. ОД против SF. Пока ничего. Мы ждем Meteor Hammer. И тогда, наверное, уже будем за этой линией прям пристально смотреть. Даже пристальнее, чем на нижнюю, где 6 героев стоит. Постоянно. Не, ну пока SF действительно неплохо справляется. Да, он там лесных крипов добивает, ну и ОД тоже этим занимается. Так что, в принципе, SF неплохо отстоял. Пятый левел у него, ОД, ну тоже пятый. Так что, в принципе, неплохой был пик SF. Фортиф ОД. Кунка, ну Кунка тоже добирается потихонечку до Спиритбрейкера. Спиритбрейкер отлично начал, но вот сейчас уже преимущество не такое у него серьезное. Ну и трипла продолжает снизу стоять. Хотя нет, смотрите, развалились она. Развалили они эту триплу. Мирана пошла наверх помочь Кунке. Ну, тут тоже комбинации есть, кстати. Вот в плане контроля хорошо все. Полярисов можно дать крест, торрент, туда стрела. Все это классно синергирует. Пока, правда, возможности такой не имеется. Но зато Курьера. Курьера подрезать можно. Три пички, да, дает Союз. Это, кстати, круто. Там Мистер Хаммер был практически. Ну, то есть, он ждал, чтобы купить камешек в Войтстоун. Круто. То есть, по факту, еще минуты две ОД задерживается своим Мистером Хаммером. Это подарок для SF. SF, правда, так, смотри, уже пошел в лес. Ну, он как-то, да, он как-то и не планировал, в принципе, на миде больше стоять. Он уже уходит в леса фармить. Так что этот Метеор его вообще не интересует. Но вот сейчас может вернуться на мид. Если Мирана ему доложила информацию, да, то, что Метеор был сбит, то, конечно, можно опять на мид вернуться. И хорошо бы стоять. Тут SF хосту забирает. Но могут проблемы быть у него. Рядом спиритбрейкер с ультимейтом. Домой будет тяжело тут выжить. SF, о да, хороший фраг. Правда, ультимейт, по-моему, уже ОД в никуда вкинул. После смерти SF. Ну что, неплохо. Неплохо. Даже без Метеора ОД здесь справляется. Уже тысяча преимуществ за Лилган. 4-0 счет. Отличное начало. Мы говорили о том, что у них в целом пик-то поинтереснее. А вот они еще и в начале игры начинают доминировать. Это вообще прекрасная новость для всех фанатов Лилган, если такие имеются у нас на трансляции. У Кунка, пока я смотрю, знаешь, мы скорее смотрим на эту Кунку и понимаем, что он кэрри. Не важно, как ребята поставили линии, не важно, что Нацуми играет на минге. И вроде как он кэрри. Это кэрри Кунка. Огра давит снизу. Ну, просто крип бегает милишный. Третий уровень. Вообще, у нас только не сочетается здесь. Может быть, даже на топе сип он оказался. И снизу была бы просто дабла. Огра бы дал больше импакта, делая какие-то пулы. И спиритбрейкер бы в таком случае не был бы настолько большой. Потому что, ну, мы понимаем, он весь опыт поглощал один. Никто крипов там не отводил, естественно. На тройке какой-то выход от Бэйна и Пангольера. Так, ну, сейчас можно первый фраг сделать на Бэйне. Да, у Винга вместе с СФ. Два кора не могут с Бэйном справиться. Обидно. На Цуми еще и без маны. Может быть, слип? Нет. Слипа нет. Но тут спиритбрейкер уже летит на СФ. У СФ могут быть проблемы. Стрела, правда, хорошая Атмирана. Здесь по УД залетает. УД помочь не может. Или Лауч вроде как отходит на своем СФ. Да, тут уже цепляют Пангольера. Не Пангольер, простите, на Цуми. На Цуми, на Вингена. Засейвил его УД. Ну, как засейвил? Скорее всего, добьет он его Астралом. Да, добивает. Все рассчитал УД. Никакой это был не сейв. Да ладно. Ну, рассчитан УД. Но недалеко. Орех налетел. Первый фраг есть до команды Полярис. На восьмой минуте. Еле-еле с таким трудом. Но я смотрю, казалось бы, такой разгромный счет. А преимущества у Лигану и Лилгану практически нет. Что даже меня удивляет. То есть Кунка настолько классно фармит. Настолько он больше всех остальных. И саппорт Мираны, я смотрю, на уровне как-то более-менее держится. Сейчас можно, если что, и Лисочек пофармить. И какие-то, может быть, фраги стопить получится в будущем. Короче, пока ситуация играемая. Стрела от Мираны. Успеет ли нажать на Митерхаммера? Да, успела. Это Огры спасает. Огры сам идет. Непонятную контратаку. Вот это зря. Переоценил себя Огры здесь явно. Пошел, побегал. Ну, ему не привыкать. Вот, в принципе, я так понимаю, у него такая тактика на эту игру. После делать спейс для Кунки. Потому что у Кунки это все великолепно. И как раз Огромак очень много умирал. Возможно, возможно, если бы не было так много героев снизу у Лилгана, они бы смогли Кунку напрячь. А так как все силы его Огромага вкинули. А Кунка замечательно тут фармит. А Лилала очень напали. Можно его пробить. Надо как-то подсевить свой СФ. А будет очень неприятно, если он погибнет. Но это пока отходит. Раскаловочка на развороте. А Пангалье разобрали. Ну, неплохо. Ну, слишком, слишком далеко заходят. Два вышки куда-то. Вот два раза уже немножко проиграли. А не файт, да. Вот где-то на вражеской тройке. Далеко. Пока рано еще. Вот держится Полярис неплохо. Я тебе честно скажу. Учитывая, как у них драфт плохой. То, что они умудряются отвечать. То, что они умудряются экономически держаться и фармить. Тут же Кунка справляется. Кунка Вишн фраги забирает все. Практически три фрага у команды. Я Полярис и два забрал. Кунка. Это позволяет ему держаться и становиться полноценным кэрри. Что венга? Ну да, все, посмотри. Это венга. Это чисто тройка. Даже по закупу это чисто тройка. ПТ, гоним. Уровня нет. Шестой уровень. Даже по опыту тут прям все намного хуже, чем у тройка. Это обычно происходит. Ну, может быть, сработает. Как обычно, Огармага убивают. Пятая смерть. На центре атака. Через Митер Хаммер. На Цуми. Санити Эклипс. Срабатывает Свешбакл. Попытается Кунка ответить. Есть проказ. Там, правда, летит Спирит Брейкер. Эксмарк успевает сработать. Срабатывает корабль идеально. Реквием взрывают. И Спирит Брейкер. Ну, вот так вот, ребят. Все быстро-то меняется. Шадуфинт выходит на четвертое место. Экономически. На самом деле, особо-то ничего и не меняется. Вроде преимущество больше тысячи даже никогда не было у Лилган. Все где-то в нулях у нас происходит. Так что, да. 10-5 счет. Фрагов больше сделает Лилган. Но вот Кунка хорошо фармит. И Сеф хорошо фармит. И вроде как держатся. Полярисы. Боевая ничья пока что. Так что смотрим. Уже переходим в Лилгейм. И там будем смотреть, как команды будут отыгрывать. У кого ультимейта посильнее в Лилгейме. Чего нам ждать-то? Каких-то выходов. Но у Гармага ничего нету. У Мирана тоже такой ультимейт. Вот финсгрип ждем какой-то реализацию этого спыла. Правда, пока что шестого левела у Бэйна не имеется. Атака на топ на Мирана намечается. Мирана с липами. Вроде упрыгивает. Нет, мейт выбора Трума. Тяжело было Мирана подцепить. Правда, Пангалер так не считает. Он спокойно бежит дальше. Ничего его не смущает. Но вот даст топ единственное он не взял. И это, конечно, Мирана здесь спасает. Хотя не факт, что Пангалер бы забрал. Сфирид Дрейкер как-то уже отчаялся. Он не хотел помогать. Ну, да. МК выходит вперед на первую строчку. По Нетворсу он вроде там и был. Нет, в какой-то момент Кунг его начал обгонять. Но сейчас да. Сейчас МК уже лидирует. Соберет он молнии. И будет еще лучше фармить. Что против МК делать в лейте? А, ну мы говорили о том, что есть свап из арены. В принципе, действительно круто должно работать. Вот это Винга против МК. Даже в лейте вот это страшнейшая арена от МК. И можно просто его свапнуть оттуда будет. Так что посмотрим, посмотрим. Так, она СФ на тройке. Видит его. Кинезгрип отсутствует. То есть Мизер Хаммер и Найнберг. Стрела залетает в Пангальера. Но лучше здесь не драться игроком Полярис. Свап. Ну, это умно. На сумме все равно слишком слабый. В погоне, правда, за СФ. СФ держат. В паше. Незерстрайки. Орехи от И2 летят. Больновато. Да, нельзя там драться на таком этапе. 13-ая минута, я напомню. Если драться по Т2, там Орехи убьют всех. Даже такого МК, богатого ИОД. Да, продолжается драка. Здесь МК вроде как может отрегениться. Еще надо палку сейчас сдать. Развороте палка. Откиливается МК. Правда, не так сильно. И Мирана Старшторм его добивает. Еще у Кунки проблемы могут быть. За Кункой бегут. Надо спрятать. Две секунды ИОД. Апангальер тут помогает, да, своему мидеру. И Сан-Сити вообще не церемонится. Просто ультимейт кастует на Кунку. И забирает его. Ну, разменяли, разменяли. Потеряли МК. Забрали Кунку. В принципе, неплохой размен для Лилган. Ну, снова под Т2 вышку. Да, ты правильно сказал. Каждый файт, который они проигрывают, они дерутся где-то под Т2 товарами. Где-то во вражеских лесах глубоко. Что пока только таким способом полярисы могут выигрывать. Но полярисы сами вообще ничего не навязывают. Они спокойно фармят свои леса. И это Лилганы к ним вырываются очень активно. И хотят драться. Полярисы хотят фармить. Но дают бой неплохой. А пора уже запушить. А то 14 минуты игры до сих пор не забрали Т1. С СОУДА с Метеорхаймером-то. Это как-то вот плохо, что те самые легендарные драки за булку. Ребята не забирают башни. Ну, а что? Ну, потрались вы. Чего получили? Ничего. Преимущества не получили. Контроль на карте не получили. В это время вот эти Винга бедные СФ. И Хунка потихонечку камбэкают. Хунка дофармливает Альбарду. Шудуфинт. Чисто у нас физически, да, никаких юлов нет. Винга. Но вот уже полаганима есть. Как бы шутки с шутками. Нацуми купит аганима. От него будет импакта намного больше. Он там в размер будет идти готов. Там с любым даже каким-то бэйном убивать его. И дальше с иллюзией работать в драке. Уже дело то, о чем мы говорили про арену Манки Кинга. Пытаться выгонять его оттуда. Уже мы видели, это получилось как бы не было спасти СФ. Да, здесь такое ощущение, что Винга действительно в роли тройки выступает с самого начала. То есть она пошла куда-то в оффлейн. А вот Хунка фармит. Винга тоже билд такой сбрала себе. Чисто оффлейнерский аганим сразу первым слотом. И здесь, видимо, все-таки у них Хунка кэрри. Решили они вот так свапнуться. Изначально планировали, что так оно и будет. Поэтому выглядит это, в принципе, хорошо. Сейчас начинают пушить Тавр. Пангалер прилетает на деф. Но он тут один. Еще и вард хороший стоит у Полярисов. Ну, хотя телепорты пошли. Пангалер полетел. Ультимейт от Мирана опять без дастов Пангалер. Никого он просто не видит. Но здесь рядышком ОДС и спиритбрейкером. Сейчас ультимейт закончится Миран. И надо что-то делать. Поляриса могут они убить Пангалера. Да, он вообще не ожидал, мне кажется, такого расклада. Потому что четыре героя его окружают. Даже пять героев. Полярис его окружили тут. Выходит из ультимейта. И вот такой сюрприз получает. Ну, еще могут не только Пангалера забрать. Да, хорошо, на кресте оставляют здесь спиритбрейкера под ультимейт СФ. Заберут они спиритбрейкера. Минус два, Полярисы хорошо здесь вышли. Но Лилганы сами на самом деле ошиблись. Не надо было дефать эту вышку. Просто уйти, фармить, сплитпушить. Вот Манки Кинг правильными вещами занимаются. Его саппорты из спиритбрейкера, да. Которые на самом деле уже становятся саппортом потихонечку. Начал он шикарно. Лучший крипстат был на карте. Но вот сейчас немножко просел по темпу. Уже шестую строчку по нетворцу занимает. Зато надежные два кора пока первой и второй позиции. Опа, ОД. Митер Хаммер. Команда рядом. Митер Хаммер и Винку залетает. ОД с ультимейта может зарядить. В принципе, убить и забыть. Про Нацуми не хочет терять. Он вообще не церемонится, если что. Ультимейт не экономит. Постоянно тратит. Если это надо и не надо. По-моему, два раза он никуда дал ультимейт. Вот там на верхней уровне один раз. Уже в мертвого героя. И Кунку добивал он тоже ультимейтом. Так, тут Замираны бегут. Пангалер нет. Все-таки ультимейт не подрубил. Ну, опять минус два. Опять минус два. Хорошо. Тут все делает Лилган. Ну, зашли под Т2-вышку. Значит, должны погибать. Давайте смотреть. Нет. Ультимейт опять реализует. И вот. Сэф здесь под ультимейтом. Да. Бэйна. Бэйн. Хорошо. Вышел из кустов. Никто сбить не может. Вообще, героев-то нет на карте у Поляриса. Соответственно, никто подсэвить Сэфа не смог. Ну, вот, наконец-то, первую драку под Т2-вышкой выиграли. Правда, она была в численном большинстве, конечно же. То Лилган. Поэтому было достаточно легко. Отличная драка под Т1. Наконец-то, ребята, делают это. Следующая точка, наверное, это Рошан какой-то. Чуть попозже. Пока все же не хватает. Минус брони. Хотя у Т1 сейчас с Рошаном очень круто работает, как это было раньше. РК на арбой. Но на Цуми разгон. На Цуми, ну, не заходит. На Цуми часто погибает. 0-4 у него счет. Ему главное догоним и добраться. Уже будет много импакта от него. Так, здесь арена поставили. Но это на Огрмага. Понятно. Ничего интересного. 0-8 уже Огрмаг. Хороший счет. Еще и Миран убивает. Двух саппортов опять сбрили Лилган. Ну и можно вышку подпушить. Как раз крипы рядом. Т2 Тавр сверху. Почему бы нет? Метеор есть. О, дэм. Надо подходить и пробивать Тавру. Дэм пока что не планирует этим заниматься. Он фармит тут крипчиков в лесу. Ну ладно. В следующий раз тогда. Или все-таки пойдет. Да, доходит. Он до Т2 вышки. Кастует Метеор. Дэмэдж наносит. Хорошо. 2000 уже у Лилган. Начинают они немножко лидировать. Вроде как вот постоянно Полярисы сдерживали этот натиск. Где-то под Т2 вышками умудрялись сохранять еще небольшое отставание. Но вот сейчас серия фрагов от Лилган. И хорошее преимущество обеспечивает себе Рейдент. И мы понимаем. И Кунка вроде против Манки Кинга Кэрри. Ну просто Манки Кинг в лейте будет сильнее. А Драка у нас начинается. Мирану пытаются убить. Да, Драка. Мирану здесь цепляют. Сэп хочет разультиться. Может быть Паус убить Сфиритбрейка. Как-то не очень много урона. По Сфиритбрейкеру залетает. Но все равно добивает его здесь. Еще и Бэйна зафокусили. Пока что неплохо. Поляриса дальше за кем-нибудь можно выйти. Нет, уже ни за кем не выйти. Но в любом случае хороший размен для них. Убили оффлейнера саппорта. Да, Бэйн оказался в неудачной позиции. Нашли его. Вообще Бэйн хорош на карте, когда мало героев, которые способны вот куда-то вглубь врываться, сбивать ему ультимейт. Здесь что у нас? Здесь, ну в принципе, достаточно непросто ему сбить ульт будет. То есть нету никаких Спиритов, там паков, квапы нету. Вот кто будет врываться в Бэйн и сбивать ему ультимейт, как ты думаешь? А тут ты прав. Действительно будет проблема. Ну видишь, СФ классно может сбивать реквием своим. Он прям в эпицентр драки прыгает, нажимает реквием. И обычно так-то вот тоже в прошлой драке это было эффективно. Бэйна убили очень быстро, хоть и реквием, но тогда у него не было. Но он в такой точке стоял, где вполне ему героя какого-то контроля. Линзы тут пока нет, ему нужно прям очень близко стоять с оппонентом. Да, сейчас важно, сейчас важно, потому что на СФ уже бежит Спиритбрейкер, Спиритбрейкер врезается, стрела тут пытается подсейвить как-то СФ, а пока что бежит еще Лиллауч отсюда, нажимают какие-то кнопки там, все вкидывают от СФ, но добить пока не получается, даже ультимейт УД не добивает СФ, СФ на развороте нет, все-таки погибает Лиллауч здесь. Да, выполнили свою миссию, которая у них была, ну и еще забрали тут Огрмагой Кунку. Кунка подставился, вот со спины зашел, как-то совсем неудачно, надо было ему просто бежать, да, попытался как-то подсейвить СФ, навязать драку, но это была ошибка, ошибка, потому что тиммейтов уже не было, без СФ драться не очень хочется, и зря, зря Кунка пошел, где-то со спины, сразу Финсгрип, который сбить-то нечем, да, потому что СФ в таверне уже, ну и хорошая драка опять для Лилга, но удивительно, знаешь, то, что преимущество-то, было 2000, а сейчас 1000, как так? Ну, так, кстати, это интересно, получается, на СФ по карте все равно больше фармят, вот пока просто ничего не происходит, но у меня другой вопрос, я все смотрю на эту Вингу, думаю, ну парни, зачем вы взяли, у нее четвертый уровень Дота Плюс, то есть Нацуми вообще на этой Веге никогда не играет, и видно, что ему тяжело, он не понимает, что ему делать. Нацуми что-то сделает, сейчас какой-то импакт, да, свапнул здесь СФ, и Рошана может забрать Нацуми, ну нет, Рошана еще далеко, зато Спиритбрейкер оцепляет, продувает Нацуми, вперед, минус броню кидает, забрали Спиритбрейкер, станет Нацуми, пока очень много импакта, Венга хорошо здесь отыгрывает, убили еще и Пангальера, неплохая драка, минус 2, потеряли только Венгу, и здесь Рошана можно убить, у него совсем мало здоровья остается, тут в Слипе стоит Угармак, рядышком, да, контролирует ситуацию, даже во сне, ну и Аегис для СФ вот так вот получилось, и на самом деле Нацуми, здесь действительно много дал импакта, я вот специально следил за ним, и помог своей команде забрать Аегис. Раз на раз не приходится, хорошо, хорошо, отличный игрой момент для команды Полярис, ребята, наконец-то забирают хоть какие-то башни, до этого только одну спушили снизу, Чудуфинт уже разгоняется, Блэкинг Барр к нему приехал, но совершенно другой уровень, они теперь будут игры, вот и остановится по факту бесполезной, в драке против СФ ничего не делают, но с другой стороны есть Спирит Брейкер, который все еще будут душить, есть Бэйн с Финс Гриппом, который проблема, есть МК, который если ставит арену, нужно тут же уходить, иначе он там на Блэкинг Бартовой не посмотрит, тяжелая карта все равно остается, просто потому что МК ОД остается в топе, и верю я до конца в эту Вингу, пока что, ну и больше всего, я говорю, карта интересная, карта интересная, непонятно еще чем все закончится, Полярис вот сейчас хорошо подрались, а Егис взяли, но да, действительно есть два сильных кора у Лилган, правда СФ смотри, втискивается вот в эту парочку коров Лилганы, и уже хороший Нетворс у него, БКБ, все правильно, и все-таки через физику идет, тут СФ, да, будет его бапать у Гармак постоянно, и попробует ручками всех переубивать, СФ, ну а Натсуми ему будет помогать, свои ауры как минимум, тут Бэй нацепляют, стрела, хорошая, все четко, да, так и должно это работать, комбинация простая, очень легко ее исполнять, не было рядом ОД, чтобы засейвить, Кунг Калибарду купил, классный предмет, опять же вопрос, а кто Кэрри, парни, кто из этих героев Кэрри, или это опять какие-то все тройки, то есть Венга тройка, Кунг у нас такой чисто статовый товарищ, но скоро урона будет не хватать, вы просто не перебьете МК, остается СФ, ну не знаю, не верю в одного СФ, ну все, да, нам надо переобуваться третий раз, у нас СФ теперь Кэрри, я понял стратегию, СФ был изначально Кором, на которого будут играть, а Кунг и Венга это два саппорта, ну видимо так, на самом деле, потому что действительно СФ здесь хорош, под аурами разными, уже БКБ есть, видимо надежда на него, ну и же тысячу, кстати, полярисы начинают лидировать, Пангалера цепляют, он тут один рядышком, есть ОД где-то неподалеку, но Пангалер сам себя сэвит, есть Нью-Ю, вроде как уходит, так, ну вроде как Аэгис есть у Полярис, было бы круто сейчас первым номером поиграть, самим попытаться куда-то выйти, видят, пингуют, что Спирит Брейкер на карте недавно показывался, но сейчас Элевен выйдет пофармить жадных крипов, нет, все, он не выйдет, показывает тебе Шадо Финт, Спирит Брейкер тут в одиночестве, поэтому лучше ему просто спрятаться, а может быть даже улететь, посмотрите какой скан, ох, как опасно-то, но Спирит Брейкер не знает даже об опасности, переживает этот скан, уже его не заметит. Так, что у Спирит Брейкера, он опять же начал очень хорошо, но пока вот только Шадо Блейд у него и выход в Аганим, да, планируется, ну пока, или в БКБ, что он впервые возьмет, непонятно, пока еще оставляет себе окошко подумать, берет Огракс, из которого можно и то, и то, в принципе, сделать. Ну а тут пушить идут Полярисы, вот, пожалуйста, Егис пытаются реализовать, да, на Т2 вышку нападают, ну и со своими аурами, физ урона действительно много, и Тауэр достаточно быстро падает, там в ответ пушат Лилганы, но их цепляют, или это ОД цепляет, ОД кого-то зацепил, А, Мингаунс его зацепил, понятно, ну тут БКБ нажимает МК ради того, чтобы убить Огрмага, ну хорошо, хорошо, теперь без БКБ МК, и может быть подраться стоит Полярисом, свапает уже Пангалера, Юла от него, будет что-нибудь дальше, стрела залетает в ОД, очень неприятно, МК, правда, ставит арену, хорошая от арены МК, пытается он сражаться, Сэфа держит финсгрип, свапает его, Вингаа спасает, здесь на сумме своего главного кора, по сути, ну и пока что все неплохо, у Полярисов погибла только Винга, но есть у нее иллюзия, она для этого Аганим погибала, покупала, простите, но и МК гонит, на кресте его цепляет Кунг, отличный фраг сейчас будет от Полярис, замечательная драка для них, правда, преимущество, опять же таки, никакого большого они не получают, но все равно приятно, убили МК, убили МК. Они хотел бы инициативу перехватили, в конце-то концов, а то всю игру ребята защищали, всю игру они проигрывали экономически, теперь они в небольшом плюсе, Жидуфин свои Егис даже не использовал, никаким образом. Сейчас очень важный момент, 17 секунд, УСФ кулдаун, они видят его прекрасно, видимо, тайминги у них записаны, потому что вот что-то они тут просто за ним бегут, и, ну нет, все-таки уходят, и Лауч сам, он прочувствовал как-то этот момент, и выживают, а тут Вингу цепляют, Вингу цепляют, она, видимо, да, после таверны прыгнула в свою иллюзию, и вот так вот неудачно ее подцепили, правда, теперь можно цеплять ОД, и это будет намного лучше фраг, чем был сделан на Нацуме, потому что он здесь такой, в роли танка, в роли подсейвера, и ОД действительно разбирают, и дальше побегут за Пангальером, тут драка вообще разделяется, еще и за Бэйном бегут, ну, вроде как, даже все отсюда могут уйти, но нет, Тангалер, Тангалер остается, явно, да, торрент хороший по таймингу, но вот Полярисы уже бегут вперед, Лилганы немножко как-то упустили, действительно, нить игры, и последние несколько драк, только Полярисы побеждают, а Лилганы как-то в роли отстающих. ОД получается, либо был без Блэкинг Баррель, просто не успел его нажать, это по факту его и погубило, ультимейт свой не отдал, малый импакт очень выдал в драке, и тут забирайте два, игроки Полярис, вот, вот он пуш, посмотрите, что творят, пушат намного эффективнее, чем мы это делали Лилганы, за последние 25 минут игры, ИСФ уже первый Нетворс имеет, приближается к Тейдалусу, кристаллист к нему уже летит, круто, манту у Винги, то есть Винга так запаковывается, потихонечку, и в полноценного демочтилера, чего действительно не хватает, нужен дополнительный урон, может быть какой-то Скади, где дальше на сумме прикупить, чтобы замедлять дополнительно, но это и статы классные, и для иллюзии это будет полезно, в случае смерти, да, Скади будет круто, ну пока что 4000 ведут, Полярис не так много, проблема Лилган в том, что они вот несколько файтов подряд, уже не могут как-то в пятером собраться, подраться, им в идеале цинициировать первыми драку, и тогда у них все может быть неплохо, но вот несколько драк подряд, они вот МК, но в прошлой драке, просто поставил арену в одного Угармага, БКБ в него нажал, зачем это все делать, в Угармага, который 1-10 играет, непонятно, и там вот были проблемы, поэтому надо просто собраться в пятером, синициировать, попытаться в какого-то корп персонажа Полярисов, и вроде как неплохо они могут подраться, ну давайте смотреть, Смоки как раз нажимают Полярис, может быть сейчас будет та самая драка для Лилган, в плюс, наконец-таки, потому что у ДСБКБ вроде сильный, у ДФФ, все хорошо, у него можно действительно шваркнуть хорошо с ультимейта, но пока не получается, Молки Полярис, не хватает им обзора какого-то на тройку, так бы можно было уже давным-давно напасть, и скан, и не рискует идти, боятся, боятся, отступают назад, да, видно не хватило на тройке, ну и Лилган хорошую позицию занимали, там БКБ на МК, орчит у него, и выход в Блаторн, кстати, хочет Блаторн себе доделать, интересно, почему так, как ты думаешь, Блаторн? спать, если честно, вроде как есть манта, у Винги есть БКБ, у СФ, Кунка, ну хорошо, ладно, давайте смотреть драку под Галер, может неплохо разультиться, но успевает его поднять, СФ-то с дабл дэмон, сейчас очень много дэмоджа, он будет наносить, МК здесь пытается, кстати, сражаться, Финкрип неплохой, ВСФ, СФ пока не бьет, но МК проблема, у него все-таки варенье, он своей стей, до конца сражается, МК никакого не могут пробить, но СФ последний удар наносит, сам погибает при этом, и все-таки УД шикарный ультимейт, на этот раз выдает, и уже трех персонажей, Лилган здесь забирает, остается иллюзия Винги, остается Кунка, Мирана, но тут драка, наверное, все-таки в пользу Лилган, очень много времени, МК здесь выиграл, казалось бы, под дабл дэмоджем, СФ должен его разбирать, но очень много времени, действительно, МК здесь стоял, со своим не самым танковым билдом, впитывал урона, и только под конец, уже УД там, где-то его с ультимейта щелкнул. Круто, МК просто на себя принял весь удар, а то, что делает Полярис, мне непонятно, парни пытаются в арене драться, после Финсгриппа, по-моему, был момент, когда можно было просто уйти, драться в арене против такого богатого МК, с такими слотами. Хотели забрать МК, там же вот прям на лох и пол, постоянно находился. Но вы стоите в арене, вы теряете ХП, вы убиваете МК, но дальше ты видел сам, УД просто подошел, нажал ульт, а это было несложно сделать, и оказывается, что под этот ульт там полкоманды рассыпалось тут же. И Пангольер катается рулем тандером. Но нет, нельзя, нельзя. Вы же не 20 тысяч ведете, чтобы можно было драться так спокойно в арене и остаться при этом на комфортном количестве ХП. Кунка, не знаю, где он, то есть, купил он этот Алибарду, смысл от этой Алибарды, по факту нулевой. Сейчас у нас такой Кунка, он предметы не набирает, он очень медленно фармит. Сэф один, не затаскивает. Да, Алибар вообще странный артефакт, да, и против УД нормально, но видишь, видишь, как это срабатывает. Хотя против МК, да, тоже хорошо. Нет, все-таки хороший артефакт, да. Второй Рошан появляется и сюда уже заходят поляльцы. Они очень быстро могут с ним справиться, минус армора хватает. Да, там медалька, венга задула. Но вопрос, пойдут ли сюда драться Лилган. В принципе, они в позиции. МК видит, совет арену хорошую. Палка. Ну, давайте смотреть, что получится из этого. Потому что спридрекер неплохо здесь врывается. В арене все стоят. Рошан падает, кто заберет Аегис. Пока непонятно, Аман Ка подбирает все-таки Аегис. Кунгка еле жива отсюда уходит. ОД. Вот в БКБ начинает много демиджа вносить. Пангольер здесь катается. Пока все очень неплохо для Лилганов. Трех персонажей они убивают. Трехкор персонажей. При этом венга иллюзия тоже ее заканчивается. Остается один Огрмаг и бегут за последним героем, за Мирану. Ну, вот так вот встретили Лилганы эту драку. Точнее, начали они ее в Рошпит. Вот вошли великолепные пятерых персонажей. Скорее всего, здесь заберут. Да, еще Аегис достается МК, который, правда, выбили. Но в любом случае это шикарная драка для Лилга. Интересно, у команды Полярис какой-то фетиш драться в варенье и стоять там наслаждаться этим моментом. Они столько урона впитывают. Просто давай тоже Файдрика посмотрим. 6 тысяч урона от одного МК. Там остальные герои не так много внесли. ОД. 2, 300. Там по остальным героям можно вообще не смотреть. Но парни стоят хладнокровно, раз за разом. Ну, просто как на грабле прыгают. МК с блэкинг-баром стоит в это арене. Он просто бессмертный. Его не могут убить. Ну, тяжело у Полярисов. Да, вообще драка хорошая в целом. Массфайт у Лилган. И Полярис, конечно, ошиблись с тем, что вообще зашли в этот Рошпит. Зачем надо было вот так вот нагло действовать? Ну, есть несколько правил, да, как вы можете заходить в Рошпит. Надо какой-то пиков сделать либо стянуть куда-то соперников, да, чтобы можно было зайти быстро забрать. Но соперник просто у тебя на дереве сидит, все прекрасно контролирует. И, ну, это была ошибка явная. Вот такой заход в Рошпит. Сейчас они, конечно, подарили, подарили Лилган преимущество инициативу на этой карте. Вновь Лилганы уже первым номером действуют. МК, кстати, передумал с Блаторном. Вот мы его немножко тут не поняли. И он решил собрать все-таки скади. Да, намного приятнее артефакт, как по мне здесь. Правда, дальше все равно Блаторн будет. Ну, дальше окей. Дальше, если собирать Блаторн, будет хорошо. Да, и то можно проигнорить, знаешь, что можно купить Башар какой-то очень классно заходит на МК. Ну, посмотрим. Пока, пока у МК и так складывается классно. Да, на Суме цепляют. Убивают Вингу. Да, на Суме, конечно, говорит, зачем мне это пикнули вообще не понимаешь, что мне делать, как играть. Вот с первых минут у него было нету понимания, оно продолжается до сих пор. Он просто не понимает, что ему делать. Он вроде кэри, а вроде не кэри. Но он пытается собираться кэри дальше. Не, ну в какой-то момент все было хорошо. Слушай, минут пять назад они вообще там шли пушить Т2 вышку и было все прекрасно. Мантл собрал на Суме. Хорошо держался в Панетворс. Но вот сейчас несколько драк опять уже лидирует Лилган. Очень много фрагов вообще в целом. 37 на 22 на 32 минуте. Они аккуратно играют в команде где-то. Ну, такая у нас дота с качелями. Захватывают Лилган всю карту, проталкивают все линии, останутся только внешние башни у команды Полярис. ОД тут уже, смотрите, приближается к Шиве. Так он себе блинка не докупил. Обычно все-таки добилд это Миттерхаммер, БКБ, блинка. А тут блинк вообще непонятно, когда он появится. Спиритбрейкер 20. Спиритбрейкера были проседания по игре, ему помню. В какой-то момент он перестал фармить, он стал очень бедным. Но при этом он и сейчас бедный. А импакта выдаёт больше, чем и Венга, и может быть даже и Кунка. В драках от него проблемы. Блэкинг Баром ты от него не спасаешься, он продолжает тебе фокусить. А от тех же саппортов нападает очень быстро, убивает. 5 тысяч, да, за Лилган? Ну, что делать-то, Полярисом? Как драку-то хорошо провести? Как-то через свап можно разыграть. Можно ведь свапнуть кого-то и попытаться там Точно через свап. Я же вначале говорил, вот эти хайлайты через SF ультимейт. Ждём тогда вот таких манёвров от Полярисов? Я думаю, да. Я думаю, да, надо попробовать. И понятно, при заходе на хайграунд, кстати, без шуток это можно действительно провернуть. То есть, когда вы видите ситуацию, что у вас пуша, вот МК тот же стоит, бьёт Тавр, и SF где-то у Т4 Тавра кастует ультимейт, Венга свапает. На самом деле, без шуток это можно, можно всё провернуть. Ну вот в чистом поле где-то, конечно, это уже сложнее сделать, разве что на варде каком-то, на вижене поймать и вот это всё прожать. Ну, это, конечно, уже не так легко. Ну да, через слаб вообще начать драку. Да, пока не хотят, пока ждут каких-то артефактов, возможно, ещё ключевых. Вот у SF, кстати, Ленка появилась, и уже Финсгрипп не так страшный ему. Чем Ленку-то забивать через БКБ? Есть ультимейт Баратрума, да, и Финсгрипп. Так что Баратруму надо будет, видимо, как-то вот сбивать Ленку своим ультимейтом жертвовать его ради Финсгриппа, не знаю. Ну, вот сейчас с этой Ленкой решают куда-то выйти. Да, Полярисы нажимают смок, правда, немножко не туда бегут. Нельзя сидеть на базе, просто ждать вас задавить через арену, МК поставят и будут пушить. Надо что-то хитрое придумать, но готовы к этой атаке Лилган, будто стоят они на чужой тройке под своими вардами, готовы к этому нападению. Бейн Шадоумулете может спрятаться и тоже принимать опа, его просветили Бейна, Бейн тут и прячется. Вот, смотри, Сэф тут ультимейт, видел, нажимал, хотел он раскастоваться. Видимо, реально планирует что-то такое, интересно будет посмотреть, получится ли. Ну, Сэф может, ой, не Сэф, ОД, а может через, ой, хотел я сказать, через Хекс, это Шива у него. Да, это Шива, пока Хекса нету, Хекс только начинает собирать ОД, да, через Шива не напасть. Идеальная игра ОД, 14-1-11, начал очень хорошо линию, ну и практически ошибок-то и не было. Вот это смерть на топе, но там тяжело было ее избежать. Мирану нашли, ой, 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 как больно-то, жесть. Да, тут лобовое просто столкновение было, Мирана на липе, спритбрекер в нее врезается, очень это больно, но спритбрекер не почувствовал урона от этой аварии, а вот Мирана в таверне сидит. 40 секунд, и без Мираны, может быть, как-то на хайграунд подняться Лилганом, или все-таки рано, надо, наверное, Аегис взять, потому что пушить, по сути-то, не очень приятно, ХГ, нету героя, но тоже тратить ее ради Т-3 вышки не хочется, поэтому, наверное, будут ждать следующего Рошана, 8 тысяч, комфортное преимущество Лилган, и с Рошаном, точнее, с Аегисом, МК, в принципе, уже может на хайграунд подняться. Да, и парни не фармят, смотрю. Не факт, что, кстати, да, не факт, что, кстати, Аегис дадут МК, я бы вообще УД отдал бы Аегис, потому что МК и так плотно его еле забирают с БКБ, а вот ОД, тем более, счет у него очень хороший. Может быть, ОД даже лучше взять? Непонятно, кто плотнее, ОД так тоже плотнее, 3600 хп у него, это больше, чем МК. Так что тут непонятно еще кого отдавать. Аегис 2, и брони много за счет Шивы ОД, тут тоже с этим проблем нет, эту броню никак не перебить, никакие вейвы и ауры Shadowfinde здесь существенно не меняют задачу, как работать. До Рошана, еще 50 секунд минимум, дальше будем смотреть, что там по таймеру прокнет. 38-ая минута игры, полетели шмотки четвертого разряда. Владмерс, Владмерс. Ну, хорошие ауры у Мираны, тут и Солар Крест, и Мекку. Владмерс все это нажать, но бафать-то и некого. Ну ладно, ладно, я так смотрю просто на это все. Кунка с латыни набирает, Кунки, по факту, Блэкинг Бар появился за последние минут 10. Кинга, талисман. Наверное, где-то Иглсонг должен валяться. Да, Иглсонг есть, то есть бабочка скоро будет. Офармить бы на сумме эту бабочку и, может быть, как-то еще можно было попытаться уже реально стать кэри дэмэдж-дилером физическим. Таймласс релик у ОД. Глядя на артефакт Винги, глядя на артефакт Винги, нейтральные, сразу понимаю, что она тут все-таки в роли больше саппорта взяла себе хедбенд, чтобы издалека сейвить тиммейтов или нападать. Саганимом ты готов идти ворваться и умереть быстро, это небольшая проблема. Ради этого ты его и покупаешь. Все, бабочка есть. 22. Таймер на Рошану, смотри, какой прокает у нас минимальный, просто Бэйн как раз на месте и видит то, что Рошан заспаунился. Бабочка есть, да, на Винге. Это сильно, это сильно. МК без МКБшки ОТ тоже не будет пробивать, так что Винга сейчас действительно очень круто запакована, несмотря на то, что 15 тысяч у него всего нитворца, там, пятый, шестой нитворц на карте, а слоты-то серьезные. Но Рошан уже падает, к сожалению, не успевает сюда Полярисы, да, и будут они обороняться на хайграунде и, видимо, комбинировать Реквием оф Соулс вместе со свапом Винги. Ждем. Рошан, кстати, АМК достался, да, видимо, и посчитали, что ОД действительно плотнее, но ОД сыр взял, ОД сыр взял, тоже хорошо. Хекс на подходе, а вот с Хексом еще проще будет. Да, несмотря на то, что подсейф вроде у Полярисов есть, но за Хекс можно очень быстро какого-то героя стереть, даже не заметят. Пангалер тоже, кстати, уже с Башером. Это достаточно сильно. Надо заканчивать. Слишком большое преимущество. Ничего Полярис не нафармили, кроме, по факту, бабочки у Винги. Не по КБ, а у Кунки. Заканчивать надо, да, но вот тяжело все-таки на ХГ будет подняться. Вот, опять же, есть эта Винга, даже без, там, ультимейта СФ, это круто работает, в том плане, что вот стоит МК под Т-3 вышкой, да, бьет ее, МК просто свапает по Т-4 Тава, и там уже начинается возня какая-то, Винга может умереть, ничего страшного, есть иллюзия. Вот на ХГ против Винги подниматься крайне неприятно, поэтому не спешат пока Лилганы. На самом деле, самое, самое крутое, что они могут сделать, это найти в чистом поле, опять же-таки, какую-то драку, и потом уже на ХГ подняться, ну, либо по одному вот так убивать, Мирана на всех своих клипах пытается улететь, и его поднимает перед Брейкера и уходит. Опа, перед Брейкера-то поймали, ну, тут непонятно, еще кто кого поймал, он с Блокинг Баром, свапают его Блокинг Бар, и нажимают, убили. Ну, классно. МКБ ему не помогло бы здесь, поэтому все правильно, наверное, дело, что не нажимало, тут слишком много физурона, опять же-таки, вот этот СФ, сколько у него дэмэджа-то с руки под всеми бафами. Ну, около 400 имеется, еще и Кристалис. Так что, да, слушайте, и вторая бабочка будет собираться у Полярисов, СФ уже близок к этому артефакту, и пока в МКБ даже никто не планирует выходить, ну, наверное, только МК будет, да, собирать, хотя ОД, в принципе, тоже может, но вряд ли. МК пока даже не собирается. Они попытаются сейчас сотворить чудо, они знают, что противника есть, потому что они понимают, что на базе стоит бесполезно, нужно, нужно что-то придумать. Да, и они реально еще в большинстве. Либо сейчас, либо никогда. Интересно, возможно. СФ заходит первая, МК на дереве, видит он всю движуху, палка шикарная, по-троим, правда, арену, пока не успел поставить, ОГРМАК хорошо среагировал у Стандал, ОД подставил своего МК, и начинает разваливать ОГРМАК, ОГРМАК последняя тысяча, да, погибает он, ОД дальше дэмэдж выдает, МК, но этого мало, этого мало, ОД шикарно себя спрятал от стрелы, ну и цепляет уже СФ, СФ без БКБ, но только сейчас от МК ставится, СФ отсюда вряд ли уйдет, хотя Венга его неплохо подсвапала, но здесь прямо ОД его встречает, как будто знал ОД, что сюда именно свапнется СФ, добивает еще и его, Венга тоже минус уже давно, ну и минус 3, отлично, без Баратру мы даже подрались, вот так вот шикарно здесь Лилганы, ну что скажешь, в чем была ошибка, еще и Рэмпэдж здесь от Сан-Сити, ну великолепная карта от него на ОД. Ну по-моему это прекрасное завершение карты, чтобы сейчас просто пойти закончить трон, байбэк только один на СФ, он явно здесь ничего сделать не сможет, что в тронбэк? Да, Абл Рэмпэдж от ОД, шикарная игра, действительно от него, очень круто, он разобрался с Огрмагом, разобрался с Кункой, ну и со всеми пятью персонажами в принципе, именно он тут больше всего дэмэджа внес, я кстати не вижу итоги боя, не отображаются, сколько там дэмэджа от ОД нанес, в общем. Да, пушит трон, один из СФ может защищаться, байбэков нету, но это все тщетно и надо просто гудгейм прописывать, так и делают полярисы. 1-1, будем смотреть уже решающую третью карту, ну хорошо, что так, потому что боялся я, что будет совсем скучно, а тут борьба. Борьба, ну слушай, я тебе подрафт сказал сразу, я увидел это, что за чушь, бинга, тем более еще оказывается Натсуми садится на этой винге, который ну явно не понимает, что делать не до конца, но мало опыта, он не играет на таких героях, ему нужно давать ну хотя бы кунку, да, лучше какого-то Трорблейда, Луну и прочих, так что Лилган просто за счет того, что у них драфт намного лучше и все игроки по своим местам, в итоге победа есть. У нас будет третья карта, мы уйдем на паузу и посмотрим, сможет ли нам Лилган подарить следующую интригу и забрать, может быть, третью карту, кто его знает. Скоро узнаем, далеко не уходить.